Всем привет! Некоторым людям сложно научиться говорить «нет», а когда нужно сказать «нет» по-английски, это двойное напряжение, которое мы будем сегодня устранять и разберем 15 способов отказать в чем-то по-английски. Первый способ элементарный – «no thank you» или «no thanks» – «нет, спасибо». Второй вариант можно употребить, если вы заняты и у вас нет времени пойти куда-то или помочь кому-то. «Sorry, I don't have time» – «извини, но у меня нет времени» – «извини, я занят» – «I'd love to go, but I'm busy» – «я бы очень хотел пойти, но я занят». Если вас пригласили на какое-то мероприятие, а у вас не получится прийти, можно сказать «sorry, I can't make it» – «извини, но у меня не получается» – «извини, но я не смогу прийти». Если вы хотите упомянуть в своем предложении само мероприятие, употребите перед ним предлог to – «I can't make it to the party» – «у меня не получается прийти на вечеринку». Чтобы смягчить удар отказа, можно сказать «I wish I could, but» и назвать причину, например «I wish I could, but I'm working» – «я бы очень хотел, но я работаю». Если причина вашего отказа состоит в том, что вы уже наметили себе другое занятие, скажите «sorry, but I already have plans for the evening» – «извини, но у меня уже есть планы на вечер». Если предложение или просьба поступили не вовремя, можно объяснить отказ следующим образом «unfortunately, it's not a good time» – «к сожалению, сейчас неподходящее время». Еще одна полезная фраза, которую можно употребить, если вы не хотите давать категорический отказ, звучит так «maybe another time» – «может в другой раз». Если вы сильно заняты и у вас очень много всего происходит, и в этом причина вашего отказа, можно употребить интересную идиому «I have a lot on my plate», что буквально значит «у меня на тарелке очень много всего». «Sorry, but I've got a lot on my plate right now» – «извини, но на меня слишком много всего сейчас навалилось». Если вас хотят угостить чем-то, а вы предпочли бы отказаться, скажите фразу «I'm good». Это значит «я в порядке». Мне и так хорошо без того, что вы мне предлагаете. Например, «Would you like another piece of cake?» «No thanks, I'm good». «Хочешь еще кусочек торта?» «Нет, спасибо, я больше не хочу». Следующая разговорная фраза довольно необычна и звучит следующим образом. «No can do». Она употребляется, когда вас просят помочь или пойти куда-то, а вы хотите отказаться. «Do you want to go to the movies tonight?» «Sorry, buddy, no can do». «Хочешь сегодня вечером в кино?» «Извини, дружище, не могу». Еще одна интересная и необычная фраза употребляется в неформальной обстановке, когда вам предлагают что-то сомнительное, от чего вы однозначно хотите отказаться, еще и намекнуть, что вам ерунду предлагать не нужно. Это фраза «Thanks, but no thanks». Например, вас в гостях пытаются накормить старым борщом, а вы отвечаете «Thanks, but no thanks». «Спасибо, но я воздержусь, не предлагай мне всякую ерунду». Если вы хотите однозначно отказать в чем-то, чтобы не было сомнений в твердости вашего решения, можно сказать фразы «Certainly not», «Определенно нет» и «No way», «Ни за что», «Ни как», «Не может быть и речи». Рассматриваем примеры. «Can I have your phone number?» «Certainly not». «Can I borrow your car?» «No way». Если вам предлагают что-то, например, пойти в кино, но вы не любитель такого жанра, и поэтому хотите отказаться, можно употребить выражение «I'm not a fan of something». «Thanks, but I'm not a big fan of horror movies». «Извини, но я не фанат ужастиков». Последний на сегодня разговорный способ мягко отказаться от предложения – фраза «I'll pass on something». Это значит «я пас», «я откажусь делать что-то». «I think I'll pass on the game today». «Я думаю, я не буду сегодня играть». Какие способы сказать «нет» можно добавить в этот список? Пожалуйста, напишите в комментариях, какие фразы употребляете в речи вы, а какие начнете после просмотра этого урока. Если вам было интересно, не забывайте ставить палец вверх и смотреть другие видео из этой рубрики. Ссылки на другие ресурсы и Инстаграм, в котором масса всего интересного, внизу под видео. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.